День добрый. Здравствуйте, с вами Смирнова Ирина. Сегодня у нас с вами архиважное занятие. Я не голословна, потому что для того, чтобы нам с вами продвигаться вперед, нам необходимо еще раз провести очень серьезное исследование всех наших, будем говорить, мыслительных таких направленностей. То есть направленности наших мыслей, куда мы, собственно говоря, собираемся идти. Вот посмотрите, сама презентация будет называться «Целевая аудитория». И это не просто так. То есть нам нужно сейчас будет с вами пошагово пройти, для чего, собственно говоря, нам нужна вот такая уточненная, очень четко очерченная целевая аудитория. Давайте посмотрим. У нас есть такое понятие, как «три игрока на поле интернета». Вот быстренько представим себе. Я думаю, может быть, для кого-то эта презентация будет уже известна. Но я очень коротко пройдусь по ней, чтобы мы установили все те моменты, связи, необходимые для нашего продвижения. Вот посмотрите, для того, чтобы человеку, который решил заниматься какими-то спортивными, имеет, вернее, какие-то спортивные достижения, и заниматься, он хочет пригласить к себе для того, чтобы зарабатывать деньги, он хочет пригласить к себе людей и обучать их, используя свои вот эти навыки и умения. Так как он хороший спортсмен, но плохой, то есть не знающий, не умеющий, каким образом пригласить к себе этих людей, он начинает пользоваться, использовать человека-профессионала. Этот человек-профессионал, вот здесь вот видите, у меня показан прямо многорокий такой. Вот этот человек, он знает все, он умеет, понимает, кого нужно пригласить, но он будет приглашать только в том случае, если предприниматель даст ему точную характеристику, то есть даст точное техническое задание, кого он хочет пригласить к себе. Мужчин или женщин. Молодых мужчин, пожилых мужчин, или мужчин, мальчиков молодых. Чему они хотят учиться? Футболу, баскетболу и так далее. Ну, конкретно знает, что он хорошо работает с мячом, именно, например, в футбольной команде. Дальше он показал этому менеджеру, показал и объяснил, что ему нужны молодые мужчины, и менеджер задает ему вопрос, а вы мужчин будете готовить как? Или вы будете готовить их для олимпийских каких-то там достижений, или вы будете давать им возможность просто поправить свое здоровье. Вы даете ему в техническом задании, что нет, я хочу, чтобы это были люди, которые хотят поправить свое здоровье. Менеджер получает эту информацию, и у вас, собственно говоря, появляются вот таких вот три игрока. Три игрока одной команды. Вот она, ваша команда, да? Вы, в данном случае, вот этот игрок-предприниматель, который дает информацию менеджеру. Менеджер приводит к вам людей, которые готовы вам платить за то, что вы будете их обучать. Значит, вот по такой схеме, еще раз повторяю, первый игрок – это вы, вот в данном случае этот предприниматель, который дает техническое задание, менеджер это техническое задание выполняет, находит третьих игроков, это большое количество людей, которые готовы платить деньги, и отправляет их к вам. Вот в данном случае вы будете являться самым главным, то есть будем говорить таким играющим тренером в этом случае, да? То есть вы составляете то самое техническое задание. Вы должны очень хорошо понимать, кого вы можете научить, что вы можете дать этим людям, и за что они, собственно говоря, должны вам платить деньги. Вот в интернете у нас это будет выглядеть так. Вот вы, в данном случае блогер, работающий в интернете, менеджер, второй игрок – это наши поисковые системы, неважно какие, но поисковые системы, и третий игрок – это тот самый трафик, который нам жизненно необходим. То есть в этом случае вот она наша команда. Первый игрок, еще раз повторяю, это вы, второй игрок, и вы даете техническое задание, да? Второй игрок – это поисковые системы, и третий игрок – это те люди, которые придут к вам на блог. Вот наша задача. Вы становитесь здесь руководителем всей этой команды. Итак, для нас сейчас важно понять, что как мы с вами сыграем в этой команде, такой трафик у нас и будет. А следующий момент заключается в том, что для нас, вот сейчас, для продвижения нашего, нам просто жизненно необходим массовый поисковый трафик. И еще раз повторяю, этот поисковый трафик нам нужен, собственно говоря, с минимальными вложениями наших финансов. Я бы даже сказала, что поисковый трафик для нас, вот на сегодняшний день, для тех людей, у которых есть уже блог, и те люди, которые уже задумали зарабатывать деньги, это не просто поисковый трафик. Это, можно сказать, его величество – поисковый трафик. То есть он настолько важен, что мы практически должны сделать все для того, чтобы этот трафик к нам пошел. А вот теперь такой момент. Давайте мы его обсудим. Вот сейчас я прошу очень четкое, очень полное внимание. Вот это вы. Вы в интернете. Вот это ваш блог, и вы находитесь на своем блоге. А вот это вот, это та самая аудитория многомиллионная, которая вас окружает. Вот она, эта аудитория. И в этой аудитории находится ваш целевой посетитель. Кто такой целевой посетитель? Это целевая аудитория. Это та аудитория, которая, собственно говоря, имеет какие-то определенные, единые, одинаковые желания. А вы это желание, собственно говоря, можете удовлетворить. Или иначе говоря, эта аудитория ищет какую-то информацию, без которой вот она и жизненно необходима, эта информация. И вы своей информацией можете дать ответ на тот вопрос, который задает аудитория. А вот теперь посмотрите. Если у нас в нашем большом интернете есть определенные целевые аудитории. Вот я сейчас выбрала самые, покажу вам самые, такие распространенные, самые сейчас перспективные для заработка в интернете аудитории. Первое на первом месте сейчас, это те люди, которые желают похудеть. Эти люди сейчас, если вы посмотрите по анализу, то вы увидите, что вот если затухает интерес к определенным каким-то моментам в интернете, общим, например, каким-то обучающим и так далее, то вот этот ключ, или будем говорить, это желание, оно как раз очень сильно вырастает именно в летнее время. То есть ранней весной начинают люди задуматься о том, что они хотят похудеть, чтобы выглядеть хорошо летом. Им надо ехать на отдых и так далее. И вот эта вот зона желающих похудеть, она очень огромна в интернете. И вот здесь очень большое количество людей, которые готовы заплатить вам деньги только за ту информацию, которая поможет им привести себя в порядок к летнему сезону. Вторая зона, которая очень сейчас распространена, это компания MLM. Очень большое количество людей желает научиться работать в интернете и продавать продукт своей MLM-компании. И здесь тоже вводятся большие деньги. Идем дальше. Есть еще одна зона, которая, так я назвала ее, интернет. Но там тоже очень много, так сказать, аудиторий, под аудиторией, которым тоже важны, очень важна информация. И вот эти вот целевые аудитории, они как бы пересекаются. То есть здесь тоже очень большие большие возможности по заработку. И они действительно, эти возможности есть. Мы немножко попозже их обсудим. Теперь смотрим дальше. Здоровье. Вот еще одна целевая аудитория. Вот эти четыре целевые аудитории, они сейчас, ну, первыми стоят практически впереди по возможностям заработка в них. Теперь смотрите. Если вы очень четко возьмете направление именно к своей целевой аудитории, то проблем у вас никаких не будет. То есть вы вот сделаете этот первый шаг к своей цели, точно направляя именно свой путь к своей целевой аудитории. Вот тогда вы быстро добьетесь успеха. Если же вы попадете мимо своей целевой аудитории, то здесь начнутся проблемы. Я сейчас просто вам покажу. Посмотрите. Вот это вы со своим блогом, да? То есть вы со своей ценностью. А вот это ваша целевая аудитория. Если вы пройдете по прямой, а мы знаем, что две точки соединенные прямой, это самый наименьший путь, да? Или вы пойдете вот так вот, отходя в сторону. Вот такой кривой, кривая дорожка у вас будет. Посмотрите, насколько эта кривая дорожка у вас длиннее, чем вот этот прямой путь от вас целевой аудитории. Поэтому сейчас очень-очень важно суметь определить свою целевую аудиторию. Вот давайте мы посмотрим, почему вот именно в нашей группе это очень важно на данный момент. Смотрите, давайте разберемся. сейчас прямо по шагам мы пойдем по тому пути, ну так, в общем пойдем по тому пути, который нам предстоит для заработка на нашем блоге. Первое, что вы сделали, первый правильный шаг, это вы выбрали свою ценность. Вы поняли, в чем заключается ваша ценность. Я думаю, что многие из вас понимают, насколько это сложно. И вот если вы правильно нашли свою ценность, если вы правильно определили тему своего блога, то первый шаг у вас идет ровненько к вашей целевой аудитории. То есть вы ровненько выходите на второй шаг. Это в том случае, если вы конкретно понимаете, что вот в этом заключается ваша ценность, именно на эту тему вам доставляет самое большое удовольствие писать ваши статьи. И именно на эту тему вы готовы делиться с людьми своей ценностью. Такой же у нас второй шаг. А мы помним, что для нас самое главное это его величество поисковый трафик. То есть просто даже не поисковый даже трафик, а просто трафик. где мы его будем брать. На втором шаге у нас работа с социальными сетями. Теперь посмотрите. В социальных сетях практически вся задача у нас заключается в том, чтобы мы нашли тех людей ту целевую аудиторию, которым нужна наша ценность. поэтому то, что вы будете опубликовывать на своем блоге, вы должны будете распространять. Никто к вам не придет на блог вот просто так. Вашу информацию нужно распространять и мы будем учиться ее распространять в социальных сетях. Как мы это будем делать? Мы будем искать группы людей, которым необходима ваша информация. А это будут те группы людей, это будут те люди, которые будут составлять вашу целевую аудиторию. И ваша задача будет самое главное понять, а целевая ли это ваша аудитория. Потому что групп в интернете огромное количество на фейсбуке, вконтакте, в твиттере, где только нет этих групп. И вы должны будете подобрать именно группы с вашей целевой аудиторией. Это значит, если вы будете плохо понимать вашу целевую аудиторию, то с группами вы ошибетесь. И тогда вы пойдете не напрямую, а пойдете опять той самой кривой дорожкой. Идем дальше. С социальных сетей, если вы все правильно нашли, нашли свою целевую аудиторию, мы идем на бесплатные площадки. На бесплатных площадках тот же самый граббер, тот же самый субскрайб. Там, где мы с вами печатаем, публикуем бесплатно нашу опять же информацию, мы это делаем исключительно для того, чтобы привлечь свою целевую аудиторию. Но если мы начнем публиковать свою информацию абы где, то ваша целевая аудитория пройдет мимо вас. Значит, нам нужно очень четкое, очень точное попадание именно в свою целевую аудиторию. Опять, видите, на третьем шаге, хотим мы этого или не хотим, мы должны очень четко понимать, а для кого мы это все пишем, а кто этот наш целевой посетитель. Ладно, все разобрались и нашли. Мы нашли именно ту группу, то есть мы идем по прямой дорожке, мы нашли именно ту группу, где мы собираемся публиковаться. А вот теперь смотрите, у вас уже 200-300 посетителей в день на вашем блоге. Теперь ваша задача заключается в чем? В том, чтобы вы уже могли свою ценность показать. И вы начинаете делать рассылку. Что же вы делаете в этой рассылке? А в этой рассылке вы должны продумать ее тематику так, чтобы тема рассылки опять попала точно в вашу целевую аудиторию. Вот вы понимаете, насколько важно четко очертить круг своей целевой аудитории. И если ваша рассылка попадет в точку, то есть вот действительно появится та информация, которая нужна вашим целевым посетителям, то вы начнете формировать базу подписчиков. А без базы подписчиков мы никогда не заработаем никаких денег. Это наш, как говорит Азамат Ушанов, золотой актив. И вот теперь посмотрите, насколько четко должно идти от ценности к вашей рассылке. И вот четкое, вот такое узкое, точное попадание в цель. Не зря она называется целевая аудитория. Поэтому очень важно сейчас, вот прямо сегодня подумать, а какую рассылку я могу сделать, на какую тему, чтобы эта рассылка конкретно совпадала с тематикой моего блога, чтобы она конкретно попадала целевой аудитории в руки. Хорошо, сделали рассылку и база подписчиков начинает расти. Дальше что мы делаем? А дальше вот на пятом шаге, тогда, когда у вас есть база подписчиков, когда есть ядро, которое вам доверяет, вот тогда вы можете сделать предложение о покупке вашего продукта, инфопродукта или продукта MLM компании, но опять же, кто у вас это купит? А это купит только ваша целевая аудитория. Значит, для нас на сегодняшний день главное, первое, что мы должны сделать, если мы действительно хотим зарабатывать деньги, это очень четко решить, а кто же моя целевая аудитория, а смогу ли я дать эту информацию своей целевой аудитории. Итак, посмотрите, вот все, что мы с вами сейчас вот об этом обговорили, все это у нас, это у нас практически наши с вами ключевые слова, те самые ключевые слова, которые дают нам мало того, что семантическое ядро, мы бы блога составляли, и вы сейчас, если вы понимаете, что ваша целевая аудитория немножко ушла в сторону, то есть вы осознали, что вы не такое семантическое ядро создали, когда мы с вами создавали где-то там в академии, значит, ваша задача сейчас немножко обработать, отработать свое семантическое ядро, и это будет 50% успеха, но первые 50% это то, что вы в первую очередь сами осознаете, поймете свою целевую аудиторию, вот это сейчас на первом месте, давайте посмотрим, что мы будем делать дальше, а вот теперь смотрите, я продолжала по поводу желания похудеть, вот мы говорили, огромная у нас целевая аудитория, желаем похудеть, да, но ведь если мы просто будем писать про желание похудеть, то вдруг мы выясняем, что у нас есть подцелевые аудитории в этой группе, ну например, вот такая подцелевая аудитория, которая желает похудеть для того, чтобы красиво выглядеть на пляже, как секс-символ, а это значит, что вся направленность вашего блога, если вы выберете эту подгруппу, она изменяется, то есть на вашем блоге тогда будут другие изображения, на вашем блоге будет тогда другой язык, на вашем блоге тогда будут даже текст, то есть даже шрифт вашего блога будет немного другой, оформление блога будет другое, призывы, язык и так далее, и рассылка у вас будет настроена на секс-символы, понимаете, то есть вот целевая аудитория похудеть, но мы с вами выбираем, если мы выбрали эту подгруппу, то мы в этой подгруппе уже совсем по-другому общаемся с людьми, и мы другую рассылку делаем, то есть вы должны сейчас понять, что для нас та рассылка, которую мы будем пошагово создавать, вот эта рассылка у нас должна быть настроена конкретно на нашу целевую аудиторию, идем дальше, вторая группа, а вторая группа желает возвратить здоровье, и для этого, чтобы вернуть здоровье, ей нужно похудеть, это люди, у которых диабет, это люди, у которых болят суставы от излишнего веса, вот здесь как мы будем говорить, мы уже будем говорить совсем другим языком, мы уже будем с вами загружать совсем другие изображения, мы с вами будем делать нашу рассылку совсем другую, посмотрите, принцип-то один, желание похудеть, а подходы совсем разные, значит, кроме того, чтобы целевую аудиторию свою выбрали, вы должны еще и понять подгруппу, уточнить свою целевую аудиторию, третья группа здесь же, а это те люди, которые хотят и вернуть здоровье, и стать секс-символом, а здесь уже третий подход будет, то есть, вот эти моменты нужно очень точно решить, а вот теперь, я надеюсь, что вы поняли, вот то, о чем я говорю, вот теперь домашнее задание, первое, сейчас ваша задача оценить свои возможности, то есть, сделать свой внутренний аудит, а внутренний аудит своей ценности, будем говорить, так, и не забудьте, пожалуйста, когда вы будете делать свой внутренний аудит, не забудьте о том, что вам нужно работать с удовольствием, если вы будете работать через силу, ничего не получится, значит, что мы делаем, мы берем лист бумаги, или берем вордовский документ, и пишем, что я из себя представляю, пишите самыми обычными словами, и сделайте это обязательно, вы знаете, вот это такой момент оценки собственных возможностей, ну, очень важный, а теперь посмотрите, что вы делаете на втором шаге, а на втором шаге вы описываете своего целевого посетителя, помните такая формула 5W Шерингтона, когда там было кто, что, где, когда, вот эта формула, она хороша, но тогда, когда мы пишем просто в виде таблицы, мы как бы работаем, ну, практически с неодушевленными такими моментами, то есть мы описываем, когда там технические возможности, а вы теперь попробуйте, вот на базе этих технических возможностей описать своего целевого посетителя точно так же обычным своим языком, то есть мой посетитель это молодой человек приятной наружности, желающий получить кубики на своем животе, для этого, значит, что он делает, он ищет такую-то информацию, причем этот человек работает, и у него мало времени, поэтому информация должна быть изложена вот так-то, так-то и так-то, вот так вот в развитии, и тоже это запишите обязательно. И вот когда вы положите эти два документа рядом, то попробуйте объединить пункт один и пункт два, и посмотрите, совпадают ли ваши возможности с требованиями, с желаниями вашего целевого посетителя. И вот если это не получило, то начинайте сначала. Я думаю, что первый пункт, он у вас останется, а вот второй пункт доведите до очень четкого понимания, кто же ваш целевой посетитель. Дойдите вот до этой точки, чтобы ваша команда из этих трех игроков на поле играла очень слаженно. Ну, и четвертый. Четвертый пункт постарайтесь выписать отдельные слова, которыми можно описать суть проблем и их решения. Вот для чего, когда вы вот решите все эти первые три пункта, для чего я вам даю эту четвертую задачу? А четвертую задачу я вам даю для того, что когда мы будем подбирать ключи к нашей рассылку, тогда, когда мы будем подбирать ключи к нашим видео, например, на ютубе, когда мы будем подбирать ключи, да даже если вы меняете свое семантическое ядро, то вот вы вот эти все ключи, которые посчитаете, что они объединяют первый и второй пункт, вот эти слова, основные слова, вот эти все слова и запишите на листочках, чтобы они были вашим путеводителем и посмотрите, совпадает все ли, все ли, четыре пункта вверх. Сможете ли вы относительно этих слов сделать рассылку? То есть вот тогда, когда вы сейчас сядете и подумаете о том, что вы хотите получить какой-то доход от людей, вот той самой целевой аудитории, которая к вам придет, которая будет вам доверять, вот пошагово мы с вами пять шагов сделали, да, только на пятом шаге мы сможем с вами заработать деньги, вот сможете вы эти пять шагов пройти, не отходя от этих ключевых слов. Вот это задание очень серьезное, еще раз повторяю, Потому что если мы будем сейчас метаться, то будет большое количество проблем. Вот посмотрите, я три секунды займу вас, как мне повезло в жизни. Я начала заниматься собственно говоря работой по SEO оптимизации только благодаря тому, что я стала создавать блог для слушателей академии. А выяснилось, что я могу там что-то такое дать интересное. У меня появились люди, которые готовы работать со мной. Посмотрите, что я сделала? У меня появился трафик. Этот трафик людей, причем получилось так, что они мне стали доверять эти люди. Я старалась сделать так, чтобы люди относились ко мне с доверием. И у меня получилось, вот все-таки космос мне каким-то образом решила, что я по образованию биохимик, ладно, отложу я эти вопросы со здоровьем, займусь я оптимизацией. И теперь, что я делаю теперь? Я посмотрела, что моя аудитория, это огромная аудитория, это интернет-аудитория, но в этой интернет-аудитории огромное количество людей, которые хотят создать блок. И я могла им на первоначальном этапе показать, как правильно надо создавать блок. Значит, какие плагины надо поставить. Я представила этих людей, но я из этой огромной аудитории, которые желают создать блок, и которые работают с блоком, я выбрала под тему начинающий блогер. Именно начинающему блогеру я могу дать что-то такое, что ему будет полезно. Значит, для того, чтобы продвигаться, я понимаю, что человек создал блок, а теперь ему понадобится, у него появляется желание зарабатывать на этом блоге. То есть при создании блога ему нужно так сделать блок свой, чтобы он правильно мог публиковать. Вот моя задумка по поводу вот я буду с вами вместе создавать свою рассылку, вот в этой рассылке я буду давать первоначальные уроки оптимизации блога, внутренней оптимизации. Я уже составила, все-все сделала, все, я уже готова это сделать. Я это отдам бесплатно. Я буду увеличить свою базу подписчиков. А вот когда у меня пройдет база подписчиков, я этим людям, которые уже надумают зарабатывать на своем блоге, я им начну предлагать инструменты для продвижения. Мы просто на блоге не сможем заработать. Нам нужны инструменты. Те инструменты, благодаря которым мы сможем дать информацию людям о своей ценности. Это подписной лист, это рассыльщик. И мы должны, то есть смарт-респондер или еще какой-то рассыльщик, то, что мы будем с вами использовать. Вот эти инструменты, три инструмента, блок, рассыльщик и сайт Воронка или конструктор для такого сайта Воронки. Вот это вот инструмент, тот, который я могу человеку дать. я его буду предлагать, этот инструмент. И я ему его буду продвигать. И те люди, которые будут у меня его покупать, это уже будет прибыль, да? Это я уже монетизирую собственную работу. А если я еще на базе всего этого создам какой-то инфопродукт или буду создавать группы для продвижения за какую-то минимальную там плату, то это еще будет дополнительное вложение в мой, так сказать, кошелек. А позже я планирую, опять же, для этой целевой аудитории, для начинающих блогеров, те, которые хотят зарабатывать деньги, я планирую создать большой форум, и те, кто будут участниками моей группы, они впоследствии будут получать бесплатные консультации на этом форуме. И я думаю, что это каким-то образом поможет людям и в благодарность за это, они будут продолжать работать вместе со мной вот с этими моими инструментами. Видите, вот эта вот дорожка, вот я вам раскрыла все свои планы, вот эта вот дорожка, она и должна привести к конкретной работе, к конкретным финансовым поступлениям. Вот вы точно так же должны сейчас сесть и логично продумать, как, каким шагом, куда вы пойдете. Но для того, чтобы это сделать, надо выполнить вот эти четыре пункта домашнего задания. Я прошу вас отнестись к ним очень и очень серьезно. Итак, все вопросы, которые у вас возникнут, пишем в чат наш. Пишите вопросы, я постараюсь на них ответить так, чтобы люди могли прочитать и остальные, те, у кого возникают какие-то проблемы. те, кто выполнил свое домашнее задание и не стесняется его выкладывать, вы можете выкладывать это же в чат. Если вы стесняетесь его выкладывать, можете выложить мне в личку. Прямо вот так сбросить текстом. Не надо писать какие-то огромные там слова, там огромные какие-то тексты, не надо писать. Самое главное попробуйте понять, вот что, вот как эта вот цепочка у вас будет выложена и такими небольшими фразами опишите мне, что и как. А я немножечко буду подсматривать в эти ваши шпаргалочки и может быть надо будет что-то обсудить, может надо будет где-то что-то поправить. Договорились, да? Тогда это наше с вами первое домашнее задание и я прошу к нему отнестись очень-очень серьезно, потому что это ну архиважное задание. Итак, удачной вам работы, всего доброго, жду ваших домашних заданий. дошло дошло дошло